Здравствуйте И что будет счастлив каждый, напевая беззаботно, нет проблем Это время очень близко, все мы станем идеальными людьми В каждой роли совершенно бескорыстной, безупречной Точно так же, как в любви Это будет без сомнения А пока нам то печально, то смешно Так вернемся в наше время И слегка преувеличим кое-что И все вместе убедимся Не без некоторой грусти и стыда Что в герои мы годимся Что бываем бескорыстны И извините меня К сожалению, не всегда КОНЕЦ 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 Скажите, пожалуйста, лук будет? Вы не подскажете, лук будет или нет? Вон кто знает. Скажите, пожалуйста, лук будет или нет? Я вас спрашиваю, лук будет или нет? Я, кажется, к вам обращаюсь. Лук будет? Игра в Мюнхене. Последние усилия торпедовцев. Они проигрывают. Суслопаров выходит один на один, а выходит Дреблера. Удар! Это был, пожалуй, последний шанс торпедовцев в этом власти. Какая возможность? Такие моменты, конечно, надо реализовывать. 0-1 торпеда проигрывает. Скажите, пожалуйста, лук будут давать? Не успеют наши отыграть? Через полминуты Надюшка свой перстеньок синтарем проспорит. Я насчет лука. Не подскажите, лук будет или не будет? Не знаете, лук? Скажите, пожалуйста, лук будет или не будет? Бери, Рашидик. Коля, они играть не хотят. Ты меня знаешь, я бриллиантовое кольцо не пожалел, лишь бы наши буржуев наказали. Ну, перестань, да не возьми я. Бери, говорю! Моё слово закон. Я себе на перстеньок заработаю, нет проблем. Я, я не понимаю. Я вот правда не понимаю, почему наши проигрывают. Ну, ведь все же. Все же условия им создают. Ну, круглый год тренируются. Машину нате, возьмите. Квартиру бесплатно. За гранпоездки, пожалуйста. 60 миллионов болельщиков, 60 миллионов, нет черти, проигрывают. Простите, пожалуйста, я еще раз вас спрашиваю. Лук будут давать или не будут? Порядка нет в команде. Правильно у нас в газетах пишут. Нет ответственности у людей. Всем на все начхать. Нет уважения к порученному делу. Потому что народ алчный стал. Забыли, как раньше жили. Раньше макароны жрали, а ничего. Были веселые, собирались, песни пели. И выигрывали, между прочим. А сейчас все у всех есть и все мало. Потому что если его с одного места уволят, то на другое пойдет. Товарищи, ответит мне кто-нибудь и нет. Каждый чересчур о себе много понимает. Я что своим детям говорю? Главное, это коллектив. Вот прутик. Его легко сломать можно. А много, это веник. Его не сломаешь. Футбол, это коллектив. Слишком много, все умные стали. Человек должен иметь страх. Так что, никто ничего не знает, что ли? Чего орешь? Молодой человек, почему вы кричите? Я спрашиваю лук, будет или не будет? Ему моя душа не нужна. Ему лук нужен, а? А вы меня не кричите! Меня очередь послала! Молодой человек, вас очередь послать не может. Потому что у нас нет такой организации очередь. Выйди в торговый зал, возьми жалобную книгу и пиши. И напишу! Чистый зверь, а? Как он на меня смотрел? Ну ты же человек, поговорил бы с ним. Он бы в другой раз умнее был. Может ему в жизни никто не объяснил, как себя надо вести. Может он без матери рос. Без мамы рос, без папы рос. Такому ничего не объяснишь. Зверь никогда не будет человеком. А глупый никогда не поумлеет, а? Любого можно сделать человеком. Ох, какая добрая. Любого, если подойти по-человечески. Это, Надя, ты загнула. Это только в кино можно человека исправить. А в жизни пропащей ему мать родная не поможет. Ну? Я бы своему сыну помогла. Да. Метлока нет, почему? Потому что в нем алкаш-грузчик спит. Пойди, сделай из него человека. Алкоголизм это болезнь. А больного обязаны лечить. Это который грузчик? Ну, новый, первый день сегодня работает. Его только могилы вылечит. У каждого, Надя, своя судьба. Какая судьба? Какая еще судьба? Слава богу, Хиромантию не верим. А ты перевоспитай его. На спор. А тебе вот все равно, что человек пропадает. А тебе? А мне нет. Ну, если не мы, Рашидик, то кто же? Кто человека спасет? Да. Псессимистическое зрелище. Псессимистическое? Зачем в жару пил? Так же помереть недолго. Помереть, мне кажется, не самое страшное. Ведь человек не может знать про себя, умер ли он. Его просто больше не существует. А вот раз не существуешь, зачем пьешь? Зачем? Тебя что, за пьянку с прежней работы выгнали? Нет, меня не выгнали. Произошло более ужасно. Я покончил с собой. Следовательно, я теперь на том свете могу сказать, что был в вас влюблен. Даже не знаю, как вас зовут. Надеждой зовут. Чудо. Ой! Острахуй! Ой, давай, давай! Я в жизни никогда не решил с вами познакомиться. Хотя видел вас каждое утро. Где это? Вы выходили из волшебной зеленой машины. А, Генкин, Крайслер. И не замечали меня. Вы мне тогда ужасно нравились. А теперь? Теперь еще больше. А теперь я труп. И я на том свете. Ты это кончай. Ты не на том, ты на этом. На нашем свете. И мы за тебя будем бороться. Вы прелесть. У нас профессор консультирует в наркологическом кабинете главный по алкоголикам. Надо будет устроить спецсанаторий. Убежишь, отыщем. Нет проблем. Пить ты больше не будешь, милый. Не будешь. Пить довольно противно. Вот. Бежать некуда. Мне здесь чрезвычайно нравится. Молодец. Молодец. Осознал. Это уже полдела. Как звать-то? Николай Гаврилович. Как Чернышевского. Смешно, не правда ли? Почему смешно? Хорошее русское имя и отчество. Хорошее. Для великого человека. Учиться надо было. Я учился. Не тому. И не у тех ты учился. Ой, не тому. И не у тех. Вы уловили самую суть дела. Бобо-головка. О, оно у меня всегда от чего-нибудь. Да бобо. Уговорил. Но только в первый и в последний раз. В виде исключения. В дальнейшем никаких опохмелок. На, держи. Я тебе пивка холодного принесла. Что это? Пиво импорт. ФРГшное. Пей, не бойся. Ну. Какая чудная штука. Я такого никогда не видел. Да ты вообще мало хорошего в жизни видел. Поэтому у тебя такие псиссимистические мысли. Пессимистические. Псиссимистические. Давай. Ладно, давай. Быстренько вылезаем отсюда. Я тебя сейчас почищу. Ты только меня слушайся. И будет полный порядок. А ну-ка, помоги мне. Ой, нет, нет, нет. Он со мной. Он со мной. Ну, что ж поболтишь? Я с ней. Я тебя в свое дело устрою. Чтоб все время на глазах был. Хочешь, не хочешь, а человеком мы из тебя сделали. Хочешь быть человеком? Очень хочу. Нет проблем. Все пути для всех открыты. И для тебя. Просто у тебя до сих пор не было цели в жизни. Была, но неправильная. А теперь нет никакой. Я не знаю, какая должна быть. Как у всех. Каждый обязан быть счастливым. Ты как с луной свалился. Это очень образно. Да, я был человеком с луны. Так может, ты и не пьющий? Я был не пьющий. А я думала, ты до нас в мебельном грузил. Увы, Наденька, я грузил в институте космических исследований. В качестве научного сотрудника. До вчерашнего дня. Ну, вот же ты на кого похож. На кого? На «В мире животных» по телевизору. Он как начнет говорить, скорпион исключительно умные, терпеливые животные, у меня прям мурашки по спине бегут. Ай, мой тип мужчин. Ученый. Поберегись! Я был ученый. Меня тоже показывали по телевизору. Когда? Лет пятнадцать назад. Ой, я тогда только спокойно ночью малышей смотрела. Тогда все говорили о космосе. Казалось, вот-вот мы вступим в контакт с жителями других планет. Я вычитал, на какой волне будет получен сигнал. От братьев по разуму. Пятнадцать лет ждал сигнал. С Марса? Да нет, Наденька, не с Марса. Впрочем, это совершенно безразлично. Пятнадцать лет ездил в институт, через весь город. А пока выпускался на газету, содействовал милиции. Все ждал. Поберегись! И дождались? Нет, Наденька, не дождался. Я потерял пятнадцать лет зря. Вы и я единственный разум во вселенной. Я понял, что для общества грузчик гораздо полезнее меня. И зарабатывает получше. Значит, вы не алкаш? Увы. Только вы все равно не в себе. А, это у меня с детства. Поберегись! Что-то вы много смеетесь. Ну, я смеюсь, значит, я существую. Нет, это вы на нервной почве смеетесь. А сами все время думаете о существах. И не пьющей. Так же в дурдом угодить можно. Надо отвлекаться. У вас хобби есть? Нет. Как? Вы не книголюб? А где взять книги? Нет проблем. Было бы желание. Искорка. А человек все может. Хотите быть книголюбом? Хотел. Все. Вы книголюб. У меня есть один главный по букам. Завтра съездим. А на машину времени хотите? Очень. А это что? Ну, ВИА, дефицит. Простите, я вас не понял. Вот вы только не напрягайтесь, потому что со временем все потихоньку поймете. Вас как обычно зовут? По имени, по отчеству. Ну, как вам угодно. Ну, по имени можно. Можно. Вы еще почти молодой. Родители-то как зовут? Николенькой. Николенька. Николай, а давайте с вами вечером пойдем куда-нибудь. Вам же надо культурно отдыхать? Ну, я с удовольствием. Меня ждут папа и мама. А мы зайдем, предупредим. Но ведь попасть куда-то так сложно. Ой, у вас все сложно, потому что вы... Пемисист. Нет. Псессимист. Какая разница? В общем, никакой. У меня нет денег для светской жизни. Не в деньгах счастье. Интересная мысль. Моя. Выше нос. Вы же молодой. У вас же все впереди. Не место красят человека. И вам надо больше кушать. Вам надо больше кушать, чтобы были силы к борьбе. Вы, Рашид Рашидович, просто как художник в своей творческой мастерской. А почему нет, Наденька? Великий Макеланджело сказал, как я делаю скульптуру. Беру мрамор и забираю все ненужное. Я тоже так работаю. Беру мясо и забираю все нужное. Давай, работай. Браво. Пакет тебе. Рашидик, сделай еще два кило вырезки. Кому? Новенькому. Нет, 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 что вы. Это совершенно ни к чему. О, что, у тебя уже закусывает, да? Ты смотри, какой прогресс. Рашидик, а вот если бы к нам существа с других звезд прилетели, ты бы знал, о чем с ними разговаривать? Почему нет? О чем? У тебя же незаконченное среднее. О работе. О детях поговорил бы. Пускай летят. Хорошо посидели бы. Вот у кого нет детей, нет работы, нечего говорить. А у меня все есть. Жалко, что они к нам никогда не прилетят. Почему нет? Потому что кроме нас, Рашидик, никого не существует. Это мне один товарищ сказал. Главный по тарелочкам. Очень интересный мужчина. Ой, ну что вы, Николай. Ну вам же тяжело будет с непривычки. А потом это не мужское дело сумки носить. Ерунда. Я всегда нашел. А жена, зачем? У меня нет жены. А родители старенькие. Вот мы их и порадуем. Эта сумочка для ваших. Что там такое? Всякий дефицит. Надо же отметить первый день на новой работе. Дай ключи. Нет, это… это совершенно невозможно, это… Папа будет возмущен, он презирает всякие излишества. Особенно, если он не поймет, откуда это взялось. Я же не сказал, что ушел из науки. У меня просто язык не поворачивается. Если бы вы знали, как они в меня верят. Николай. Я сейчас подумала, я где-то читала, что под библиотеку дают комнату. Так что это очень хорошее хобби. И под собак, кажется, дают. Нет, под собак только метры. И еще, вам надо заниматься спортом, каратэ. У нас один сенсей отоваривается, так что нет проблем. Вы меня слушаться обещали? Я ваш раб. Никогда, никогда со мной не спорьте. Потому что я лучше знаю, как лучше. Сумки. О, а вот и крокодил явился. Почему крокодил? Крокодил Гена из мультика. Вы мультики любите? Не очень. А я обожаю. Мой брат. Он у нас молчон, но жутко добрый. Он за меня убьет. Николай Гаврилович, наш человек. Крокодил, возьми сумки и открой дверь. Николай Гаврилович, вы садитесь вперед, вам будет удобнее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У нас, как всегда, трагедия. Регина уронила мыло в суп, так что есть нечего. Тише, тише, обгор… Ну, проходите же! Моги можешь не вытирать! Не пугайте, она кричит, у нее больные связки. Здравствуйте! Результат сорокалетней работы в школе. Я учительница. Меня зовут Татьяна Васильевна. Надежда. А это мой брат, Геннадий. Очень приятно. У вас ремонт? Нет, мы просто недавно переехали. Лечение вжились. Мы здесь третий год, раньше жили в центре. Дом пошел на слом. Нет вопросов. А чем вы горло лечите? О, это профессиональное заболевание. Неизлечимо. Наша зав. отделом вылечила. Тоже было профессиональное. На нее каждый день жалобы писали. А я ее свела с главного поюга, за неделю вылечил. Нет проблем. Вы у нас, Татьяна Васильевна, петь будете. Голубушка, да вы же просто прелесть. А, вот наша красавица явилась. Это Регина. Николенький дружочек. Я все-таки ненормальная. Сначала это мыло, а теперь минут пять стоянут плиту, и все думаю, что сначала спичку зажечь, и потом газ спустить. Или наоборот, сначала газ спустить, и потом спичку зажечь. И так всегда. Я сначала включаю газ. Сначала спичку. Нужно достать фирменную плиту Куперсбуш. Открываешь крантик, само сжигается. Нет проблем. Просто, как все гениальное. Регина. Это Надежда. Геннадий. Вот так и живу. В постоянном конфликте души и тела. Впрочем, не я одна. Жизнь это вообще борьба души и тела. Вы согласны? Я вас поняла. А пока пойдемте в кухню. И все вместе, дружно, поставим чайник. Пожалуйста. Вы, наверное, хотите есть? Давайте приготовим пиццу. Я знаю поразительное рецепт. Все, что есть в доме, нужно мелко покрошить. И поставить в духовку. Только у нас, кажется, ничего нет. Хотя ведь ты что-то покупал, Николенька. Пусто. А, прекрасно. Мы будем как англичане у Диккенса. Есть хлеб с маслом. Николенька, ты купил масло? Нет. Как? Ну я же просила тебя, если встретится масло. Но оно мне не встретилось. У меня есть. Нет проблем. Голубушка, вы же наш спаситель. Тогда все к столу. Это ужасно. Вы сейчас меня все возненавидите. Хлеба нет, я его съела. На меня что-то нашло, я задумалась. А когда очнулась, оказалось, что я съела всю булку. Эх, вы люди искусства. Ужасные эгоисты. Но мы все равно их любим. Вдохновение требует пищи. Крылов съедал целого гуся. Николенька, звезли к соседке. Попроси хлеба. Всех распугаешь, так кричишь. У меня есть. Крокодил, доставай. Простите, сделать остановку. Нам приходится, увы, Чтоб всю сложность обстановки Уяснить сумели вы. А тонкость в том, и в том беда, Что век живя на свете, Мы принимаем иногда порог за добродетель. Мы принимаем иногда порог за добродетель. Он активен, он находчив, Он доволен в жизни всем. Для него ни днем, ни ночью Нет вопросов, нет проблем. И тонкость в том всегда была, Чтобы в любой обертке Нам отличать добро от зла И ангела от черта. Нам отличать добро от зла И ангела от черта. Голубушка, откуда все это? Из магазина. Понимаете, Надюша, я верчусь между школой и мужем, А Николик абсолютно не умеет делать покупки. Он вообще вырос какой-то неактивный. Я не понимаю, как в нашей семье Мог вырасти такой пессимист. Точно, мои слова. А это мой папа. Да, я его папа. Что я ему всегда говорил? Я говорил ему всегда, Что не откладывай счастье до потом. Что я ему еще всегда говорил? Я говорил ему, что будущее наше прекрасное и светло. Работай на него, люби его И переноси из него в настоящее, Сколько можешь перенести. И нет проблем. Да, да, да. Гаврик, ну помолчи, ну дай людям сесть за стол. Меня зовут Гаврила Максимович. Очень приятно, Надежда. А это мой брат Геннадий. Очень приятно, очень приятно. Надюша, скажите, милая, А вы работаете вместе с Николенькой? В соседнем отделе. В каком, я с ней? В гастрономическом. В астрономическом? Папа плохо слышит, и не надо об этом. Танюша, у нас там после Нового года Осталось что-то выпить. Идемте в комнату. Да нет, Региша все выпил от простуды. Ах, какая жалость. У меня есть. И нет проблем. Девушка-астроном. Надюша, а у вас много женщин в вашем отделе? Ой, одни девчонки. И я своей работой горжусь. Прекрасно. Так давайте выпьем за наших прелестных дам. За вашу красоту, за ваше терпение, за ваш ум. Дело в том, что все повороты нашей судьбы связаны так или иначе с вами. Вот я наш влюбился в женщину-врача. Дело в том, что я... Ой, что я вспомнила? Что, Региша? Что? Я, кажется, оставила дома включенный утюг. Ты точно помнишь? Как? Нет, выключила. Ну и хорошо. Точно выключила. Простите меня, Гаврила Максимович, ради бога, вечно я вклинилась. Да ладно. Коля, не смотри на меня как на врага. Разве с тобой такого не бывает? Нет. Проехали. Николай Гаврилович, слушайте отца. Раз в полгода меня кладут в больницу, делают мне процедуру, связанную с моим тяжелым ранением. А теперь мне кажется, что не выключила. Что же делать? Но самое главное, что процедуру-то это делает та самая замечательная врач, в которую я влюблен. Ну-у-у. Простите меня. А если его все-таки оставила, пожар будет, да? А как же. Тихо. Лежу я в палате, и вдруг проносится слух, что к нам приезжает делегация западных врачей. Опыт перенимать. К нам тоже приезжали из разных мест. Пожалуйста, глядите. Однако приезжают не только медики, но с ними приезжают и их журналисты. Ну, эти напишут. О, не то слово. Не то слово. Поехать домой? А если я поеду домой, а там все в порядке, я себе этого никогда не прощу. Ну, конечно, надо съездить. Надо съездить, чтобы успокоиться. Гена вас отвезет. Я сейчас закончу. Мне очень неловко, я все-таки поеду. Вы не обидитесь на меня? Не обидимся. Я не очень вас обременю. До свидания. До свидания, Региша, дорогая. До свидания. Так вот, иностранцы журналисты больны и нервничают. Она спрашивает, моя красавица, кто желает демонстрируться. Все отказываются. Подходят ко мне. Глаза, брови, взгляд, ресницы, мольба в глазах. Ну, я влюблен. Я влюблен. Женщины-черти чувствуют отношения. Всегда, всегда. Как тут быть? Вопрос идет о чести моей дамы. Предлагаю свою кандидатуру. Молодец! Пан Кихот, дурак ты, а не герой. Может быть, и дурак. Являются гости. Меня кладут на стол. И тут она, моя душечка, начинает забираться мне в мой позвоночник. Без подробностей. Сотый раз слушаю, мороз по коже. Подробности бог, как говорил Гёте. В голове туман, в глазах искры, хоть я английского не знаю, но чувствую все восхищение. Проваливаюсь, но наутро просыпаюсь знаменитым. Гаврил Максимович, Гаврил Максимович, за вас. Я в вас просто влюбилась, честное слово, за вас. А вы, Николай, просто эгоист. У вас же золотые родители, и вы обязаны были в лепешку расшибиться, а создать им условия. Ну ничего, ничего, я из вас человека сделаю. Так я уже почти человек. Я уже хочу зеленую машину, хочу квартиру в центре. Хочу каратэ. Я с детства мечтал перерубить кирпич ревром в ладони, но всегда думал, что это не для меня. Ну, 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 ну для кого же, я не понимаю. Ну, а для кого же, если не для вас? Ну, к чему стремились ваши родители? Чтобы у вас было все самое лучшее, вам же жить в 21 веке. Вы же человек будущего. Нет, Надя, знаете, это вы человек будущего. Нет, мы все, мы все здесь люди будущего. За нас. За нас. Со мной можно. Давно мы так не сидели. Что сегодня? Уикенд. А давайте куда-нибудь поедем, а? Едем. Нет, нет, нет. Гаврик, уймись. Можно, миссия, пара, пара, пара. Можно в седьмое небо. Оно на валюту, но у меня там главный по барам. Или в церковь. В трестный ход, смотрите. Пасха. Завтра же Христово Воскресенье. Я никогда не видел брестного хода. О, нет проблем, нет проблем. Мы там верующие, а мы будем стоять, как зеваки. Ну, со мной-то можно? У нас и главный отоваривается. Вот такой мужик наш. Человек. Я догадываюсь, кто это. Алло. Алло, это я. Утюг был включен. Но оказывается, он давно перегорел, поэтому пожара не случилось. И Геночка была так любезна, что моментально его починил. А потом он пошел в ванную вымыть руки, увидел, что там нет цвета, и починил проводку. Так что теперь мы будем умываться при свете. А при свете он увидел, что там плитка обсыпалась, и теперь приклеивает. Нас зовут смотреть крестный ход, но вы, наверное, ужасно устали. Я вас поняла. Мы скоренько-скоренько приедем. что-то крокодил с Регинкой задерживаются. Подумать только, еще вчера я боялся к вам подойти. А я к вам. А вы обращали на меня внимание? Обращала, обращала. Вам-то что? Интересно, а почему вы обращали на меня внимание? Ну, обращала и все. Может, я вас с детства помню. С детства? Я, наверное, чего-то не понимаю. По телевизору. Вы шутите? Ну, девочки всегда по телевизору влюбляются. Мать нас сбросила, отец пил. Меня дедуля с крокодилом воспитывали. Я их, конечно, любила, но еще хотелось кого-то. Вот я и выбрала, наверное, вас. Потом, наверное, забыла. А теперь, наверное, опять вспомнила. Может, мы с вами уже встречались раньше. Когда? В прежних жизнях. В технике молодежи, между прочим, писали. Что, может быть, мы уже жили другими жизнями. И были другими людьми. Или, может быть, даже не людьми, а зверями. Или насекомыми. Но уже встречались. Да? Надя, не надо. Не надо. Не надо об этом говорить, Наденька. Почему? Ну, есть вещи, о которых мы не можем судить. Так сказать, в мирской суете. Почему? Не имеем права. Я имею права. Я донор второй степени. Надя, вы прелесть, а не донор. А вот вы кровь сдавали? Ну, при чем здесь кровь? Сдавали? Не сдавал. У меня мочекистый диатез. Моя кровь никому не нужна. А моя нужна. И в больнице, и везде, и все друг всем нужна. Я буду говорить то, что думаю. И вы мне рот, вы мне рот не затыкаете. Ну, это глупая шутка. Наденька, держите. Что это? Билеты на вашу Пасху. Наденька, я не знал, что это вас обидит. А что вы вообще знаете? Что? Все, все. Я еду в Пушкино, а вы со своей кикиморой. Вы со своей кикиморой. Куда хотите, прощайте. Какое Пушкино, Наденька? Живу я в Пушкино, нету у меня московской прописки. Что, еще больше презирать будете, да? Думаете, я не видела, как вы на меня поглядываете? Только рот раскрою, поглядывает, поглядывает. Я на вас поглядывал, что с вами? Пишь-то какой, Никола Угодник. Да кто вот такой, чтобы решать, имею я право или не имею я право? Вы за кого меня принимаете? Сумочка ему моя с продуктами не понравилась. Нет, не то, что не понравилась. А вы что же решили, я ворую? Решил. А сами жрали. А элита ваша жрала. Ну на кой вы мне сдались? Ну подумайте, на кой вы мне сдались? Этого я совсем понять не могу. Да я без вас проживу, проживу. А вот вы без меня пропадете. Наденька, ну простите, если я вас чем-нибудь обидел. Ну простите меня, Наденька. А ворую дураки. Умные живут на зарплату, да. Но из уважения помогают друг другу. А вы в жизни кому помогли? Никому. Все, все, катитесь к ней, к ней, к ней. Надя. Ну не уходите, простите меня. Я негодяй, я не смел дурно о вас думать. Я негодяй. Все, я сказала, катитесь к ней. Ненавижу. Куда мне катиться? К элите, она девушка тонкая. Я не хочу к ней катиться, не хочу. Столько лет хотели и вдруг расхотели, подлее. Надя, у нас с ней ничего не было. Мы просто 10 лет дружили, разговаривали. 10 лет разговаривали. Наня, честное слово, ничего не было. Пили чай, разговаривали. Она одинокий человек, ничего не умеет, всего боится. Я ее жалела. Меня вы ни разу не пожалели. А за что же вас жалеть? Да она-то ничего не боится. Это я боюсь. Я вас боюсь. Меня? А кого же? Я вас мечтала всю жизнь, а вы думаете, надо мной можно издеваться? Да мне не надо для себя, мне ничего не надо, мне на все одно плевать. Я, может, вас только и ждала, чтобы для вас жить и работать, а вы... А вы меня стыдитесь и смеетесь. Вы все время надо мной смеетесь. Вовсе нет, я восхищаюсь вами, Надя. Опять издеваетесь? Я способен издеваться только над самим собой. Врете, вы все врете. Вы все врете, и то, что тайно в меня влюблены, тоже врете. Ничего себе ее, Марвачик, ничего себе. Нет, только не плачь. Не надо мне, я друг. Ну, я не стою ваших слез, Надя. Я вас не обманываю, честное слово. Каждое утро, когда я вас видел, я с тоской смертной думру, что в мое время таких девушек не было, да и не могло быть после войны. Вы, вы дитя другого времени. Вы слишком смелая, слишком сильная, слишком уверенная для меня, и я вас боюсь. Ну, неужели вы не видите? Я никогда не думал, что такое может на меня навалиться. Мы же с вами совершенно разные люди, вы это понимаете. Но вот факт. Сегодня утром я расставался с жизнью. Я влюблен в вас. Нет, этого попросту не может быть. Может. Может, и я вас люблю. Мне от вас никакого толка нет, выходит, люблю. Хотите, смейтесь надо мной, хотите, дьяволом зовите, хотите, ангелом. Только я теперь навек ваша, я навек ваша. Ремонт лучше произведем не сейчас, а летом. В каникулы. Что? Родителей в санаторий отправим и создадим им интерьер. Но лучше сразу меняться. Мы так будем или в ЗАГС сходим. Но вы лучше знаете, как лучше. Лучше на ты. И лучше в ЗАГС. У меня тогда будет московская прописка, куплю себе вятку. Что? Стиральная машина-автомат продается только жителям Москвы. Ты время на размышления брать будешь? Да на какие размышления, родная моя? Ну, время подумать до ЗАГСа. Как ты хочешь? А я уже подумала. И я. Ну, слышал, что сразу не расписывают. Распишут. Нет проблем, хоть завтра. Хочешь завтра? Завтра. Я согласна. А свадьба у нас будет? Как ты хочешь? Надо бы, надо бы. Для своих, для самых близких надо бы. Можно собраться у нас. Лучше бы в Цельсиоре. Где? Это ресторан такой, только что открылся. Я там никогда не был. Крокодила отвезет. Зальчик сними. Человек на 200, не больше, да? А, ну, наверное, очень дорого. Не твоя печаль. Займу, выкручусь. Я замуж собираюсь выходить только один раз в жизнь. Не забыть тебе завтра сфотографироваться. Зачем? Для туризма. Мы же поедем в свадебное путешествие. Гениально. Натянем палатку, оденем кеды. Зачем? Зачем? Я сделаю путевки на круиз вокруг Африки, на теплоходе. Весной в Африке. Это же рай. Хочешь в Африку? С тобой хоть на край света. О, крокодил с Регинкой приехали. Обуваемся. На тебя капельки упали, дорогая. Ничего. У меня в машине другой есть. И платьица, и костюмчик, и комбинезончик. Боже мой. Давай. Кто бы мог подумать, я в Африке. Африке, а? Кому чего? Водка, виски, шей. Не виски, только чуть-чуть. А то и ночной неприлично себя вести. Малайка, по-моему, ты хотела им что-то сообщить. Регина, разошло чудо. Пока мы с Надей вас ждали, мы решили... Мы уже собрались ехать, и я стала одеваться. Но у меня сломалась молния на спине. Она идет сверху донизу, и я всегда боюсь, что там платье я останусь голая. Держи рюмку и дай Николаю сказать. Вы уже заметили, что я всем мешаю жить. Регина, мы с Надей решили... Понимаете, молния застряла как раз посередине. Ни вверх, ни вниз совершенно неприличная история. Я сижу и думаю, куда дергать. Если вниз, вдруг я вообще сегодня не оденусь. А если вверх, вдруг молния сломается. А Геночка ждет в коридоре. И тогда я решила зашиться ниткой и уронила за шиворот и болку. Регинка, давай с тобой дружить. Я тебе другое платье подарю, французское, новое. Ой, неужели это соленые орешки? Ты мне нравишься, ты нестандартная. Вы мне тоже. Понимаете, я до сих пор сидела бы и думала, но вошел Геночка и спас меня. Вы не представляете, с каким трудом он достал эту иголку. А потом он был так любезен, что сам меня зашил. Было невероятно щекотно, я совершенно неприлично смеялась. А Геночка, как настоящий джентльмен, даже не улыбнулся. Регинка, ты можешь помолчать? Понимаете, когда он меня зашил, я его спросила, кто же меня будет распарывать перед сном. И тогда он предложил мне стать его женой. Как это он предложил? Молча. Вот так. Какая ночь. И все влюблены. Прям как в комедии Шекспира. Я никогда не думал, что увижу только верующих. Они такие же верующие, как и мы с тобой. Ну зачем же они сюда пришли? Как это зачем? Пасха. Старинный праздник, встречи весны. Мы традиции уважаем. Привет, Надежда! Привет! Мы же все-таки не просто традиции. Это церковь. А церковь, по-твоему, что? Объясни. Сам не знаешь? Мне просто интересно, что думаешь ты. Я думаю, что это музей под открытым небом. Тут тебе и древняя наша живопись, и архитектура, и музыка. Это же древняя традиция. Вот народ и интересуется. Кстати, некоторые после ЗАГСа прямо в церковь венчатся. Ты как, идейно не против? Идейно? Я против. Жаль. Жаль, мы бы отлично смотрелись у алтаря. Пойдем отсюда. Ну, идем. О! Вот кто нам сделает мойку из нержавейки. Нет, он не ждал чудес. Но вот, в любимцы счастье вдруг попало. Теперь все будет у него. О чем мечтал и не мечтал он. И вступит он в счастливый брак. И вслед за тем герой наши Вкусят материальных благ. Почти что всех. А что же дальше? Что дальше можно угадать? Возьмут от жизни столько, сколько Она им в состоянии дать. Плюс, как же это спеть-то? Нержавеющую мойку. И надо ли перечислять? Мечты стандартные все краше. У них все будет, но опять Встает вопрос, а что же дальше? Вопрос, как будто очень прост. Ты личность международного масштаба. Откуда ты его типа знаешь? Да, встречаюсь на выставках, на приемах. Тебя пускают на приемы? Там все наши люди. Писатели, художники, артисты всякие знаменитые. А как туда попадаешь? Да с крокодилом. Они же без него как без колес. Я всегда мечтал дружить с деятелем искусства. Но как-то не получалось. Теперь это будет твоя постоянная компания. Я думаю, что им со мной будет неинтересно. Зачем им физик-неудачник? А я им зачем нужна? Ты думаешь, они терпят мое общество за то, что я их дефицитом снабжаю? Да. Может, и ты меня за это полюбил? Нет. А за что тогда? А я не знаю. Вот. И они тоже. Художники обязаны любить свой народ. А я и есть народ. И ты, между прочим, Николенька, тоже народ. Просто ты сейчас не в лучшем виде, но ничего, я тебя поправлю. Я поражаюсь, как тебе соединяется несоединимое. Серьезные вещи, и вдруг вот эта мойка из нержавейки. Потому что есть цель и мечта. Какие? Рост благосостояния и обмен. Домик в Пушкино, плюс ваша квартира, плюс крокодил переезжает к Регинке, плюс библиотеки и нас. Раз, два, три, четыре, пять, пять человек. Тут наш лучший ребенок. Мы имеем право на большую площадь. Прошу тебя, молчи. Почему? Прошу, молчи. Ну, ты стихи любишь? Да. Ну, я не знаю, ну, например, ну, ты любишь стихи? Ну, я не знаю, ну, вот, например, ну, во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Все время схватывая нить судеб, событий. Жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытие. Раз в жизни, ну, попробуй, ну, подними головку, посмотри наверх. Вот, когда ты видишь все это чудо. Про что ты думаешь? Я думаю, на новый дом претендовать или на старый. А? Лучше на новый. Нет, старый лучше, нестандартный. В Арбатском переулке. А что, это возможно? Ну, кто-то должен там жить. Почему не мы? Дом выдалбливается изнутри и начиняется новым интерьером. Что? Целый дом. Одноэтажный. Там сейчас в коммунавке старички доживают. Мы даем старичкам Пушкина свежий воздух, а сами сохраняй памятник архитектуры, тем самым помогаем государству. Живем во дворце. Ты уже приглядела один. Маленький, кархатулечка, но с колоннами. Сводим, сводим тебя к экстрасенсу, проверим твое биополе, и ты у меня будешь жить вечно. Хочешь жить вечно, маленький? Да не называй меня маленький. Я не буду, я не буду, я не буду. Но мне все равно кажется, что я старше тебя. И потом, вот если пожар будет, я же тебя вынесу, а не ты меня. Оленька, у меня голова кружится. Ничего, мы сейчас пойдем в баню, и ты оживешь. В баню? В баню. В баню. А я буду, как это было. Олегинка, что это с тобой? Наверное, я мазохистка. Мне было так хорошо, когда Гена бил меня веником, я испытала чувство полного освобождения. Такое со мной было только в консерватории. Так вот, Николай, человек счастлив только, если он знаменит. Поэтому ты у меня должен быть знаменитым. А мы тебя покажем по телевизору. Да, наш универсам часто показывают. Но лучше в очевидном невероятном. Там можно выступить подробнее. И отец был борота. Что ты об этом думаешь? Я думаю, что портвейн мне нравится больше, чем водка. Гена, я всегда мечтал о таком друге, как вы. Я предлагаю тост за ваше молчание. Вы умеете молчать, это великий и редкий дар. Гена, вис. Повторите. Или вы ужасно устали? Ты мое очевидное, невероятное. Я тебя с их ведущим познакомлю. Он что, у вас тоже отоваривается? Маленький, а что, очень раздражают своей болтовней? Нет, нет, нет. Мне крайне интересно все, что ты говоришь. Значит, решено. Делаем тебе выступление по телевизору. О чем? Да о чем хочешь. О существах? Надя, не надо об этом. Тогда твоей теперешней работе даже еще лучше, нестандартней. Расскажешь о своем изобретении. Я же ничего не изобрел. Изобретешь? Усовершенствуешь орудие своего труда. Какое у тебя орудие? О-о-о. Я вожу тележку за проволочку. Так. Предложи заменить проволочку на веревочку, а вместо четырех колес три. В целом по стране получится огромная экономия металла. И у тележки уменьшится радиус оборота. Там уже и так три колесика. А ты предложи два. О, нет. Ну, пойдет. Да черт с ней. Пусть падает. Николай, ты пойми, это же передача не о том, как тележки делать, а о творческом отношении, чтобы вызвать интерес к творчеству у широких масс. Ну, договорились. Как все просто. После выступления тебя сразу заметят. Сразу заметят. И переведут куда-нибудь на умственный труд. Ну, в институт торговли или даже в министерство. Нет. Там же опять стен газеты и капусты, и ты убежишь. К тебе. Ну, значит, телевидение отменяется? Отменяется. Поверь, Наденька, я больше не мечтаю о славе. Я испытываю, благодаря тебе, совершенно незнакомое мне до сих пор чувство душевного покоя и любви к жизни. Я воспринимаю мир таким, какой он есть. Я верю в будущее. Потому что поверил в настоящее в сегодняшний день. Я больше не псиссимист. Я влюблен. И пьян. Женечка! КОТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА До завтра. Проснись. Слушай, не хочу спать. Где все? Крокодил поехал отвезти Регинку и вернется за мной. Я ее около подъезда подожду, и мы поедем с ним в Пушкин. Сколько Пушкин? Ты останешься ночевать здесь. Тихо, тихо, все спят. Надя, 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 мы прокрадемся незаметно. Я дождусь крокодила и все равно уеду. Я не останусь. Надя, я люблю тебя. Я люблю тебя. Я никогда так не любил, Надя. Я не могу. Я не могу остаться. Это глупо. Я теперь с дедушкой горжусь. Надя, я не отпущу тебя. Если бы мы так просто, я обосталась. А сейчас это нехорошо. Это нехорошо. Но я удивляюсь, как ты не понимаешь. Оленька. Я не сплю. Входите. Тише, тише. Мама спит. Ну, как это было? Папа, я пришел с Надеждой. Мы решили пожениться. А как же Регина? Регина с этим с Геной, с крокодилом. Вы помните, что я вам всегда говорил? Ну, иди, вспоминай, что он тебе говорил. Отношения между мужчиной и женщиной определяются только одной мерой. Мерой любви. Я очень рад. Я очень рад. Папа. Я это предчувствовал. Папа, Надя хочет ехать в Пушкино. Да. Никуда она не поедет. Она останется здесь. Я лягу на полу. Папа, я лягу на полу. Тихо. Я лягу на полу. Я не сплю. На полу лягу я. Мама. Ну, я женюсь. Прекрасно. Татьяна Васильевна, у вас лучше с голосом. А, я могу только кричать. Или шептать. Наденька, я лягу на полу. Я так хочу. Мама, я лягу на полу. А почему же мы все шепчем, если никто не спит? И зачем спать на полу, если есть раскладушка? Да есть же раскладушка. Нет проблем. И вообще, все это не важно. Мы скоро переезжаем. Ты когда-нибудь думал, что ты будешь жить во дворце? Никогда в этом не сомневался. Я убежден, что мы все должны жить во дворце. Меня переезд устраивает. Значит, можно не распаковываться. Наденька, вы ляжете в Николенькиной комнате. Николенька, на кухне. Да, да, да. Нет, спасибо большое. Но мне правда лучше пушить. Ты никуда не поедешь. Ты никуда не поедешь. Нет, не могу не понять. Наденька, у вас никуда не отходит. Ты никуда не поедешь. Я ужасная негодяйка, но я не могла Генночку остановить. Он увидел, что обои отваливаются, и решил их сразу же сорвать, чтобы завтра клеить новые. Боюсь, что он пропозится до утра. Я не представляю себе даже, как Надежда доберется домой. Она остается у вас? Прекрасно. КОНЕЦ КОНЕЦ Что случилось? Надя. КОНЕЦ Да что с тобой? Ничего. Ничего. Я просто подумала. О чем? Ну, ты этого не поймешь. Может быть, пойму. Знаешь, я подумала, вот выйду из-за тебя, будем жить. Хорошо, хорошо. У нас родится мальчик. Он будет, будет самый красивый, самый здоровый, самый счастливый ребенок. Все у него будет. У него все будет, и языки, и музыка, и фигурная, и шмотки, потому что это тоже, это тоже очень важно. Устроим его в школу, в спецшколу для гений, будет учиться лучше всех. А потом, потом мы отдадим его в институт. Я еще не выбрала в какой, но самый, самый лучший. Дедуля наш возгордится страшно. Я от радости с ума сойду. А потом их весь курс на практику отправят. И вдруг, и вдруг оттуда сообщат, что пожар рядом случился. Он тушить бросился, а крыша в доме рухнула. И там наш мальчик геройски погиб. Надя. Ты моя единственная, неповторимая. Мне бы такое и в голову не пришло. А мне, знаешь, мне вдруг так ясно-ясно представилось все, но я его рожу. Я его все равно рожу. Честное слово, я его рожу, правда, маленький? Конечно, родиша, родиша, родиша. Будем тебя одевать, причесывать. У нас сегодня вечером свадьба. Причесывать? К вечеру ты будешь принцем. Принцем? Осетры у нас на свадьбе будут. С тебя ростом. Какие осетры? Как при Иване Грозном. Какие? Двухметровый. У меня там главный по банкетам. А в свидетели возьмем Регинку и Крокодила. Дорогие мои, в этот счастливый день за этим праздничным столом собрались самые близкие и самые верные друзья. Слышка, Боряна! На дворе весна, за столом вино. Но почему-то нам сегодня немножко горько, а? Горько! 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 Горько нам горько! 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 Назенька, а кто все эти люди? Потом, потом. Раз, два, три, четыре, пять! Я решилась. На что? На этот шаг. Геночка, я согласна стать вашей женой. Когда мы были в ЗАГСе, я еще не созрела. А сейчас мне стало грустно, что мы не зарегистрировали наши отношения. Нет проблем. Крокодил быстренько сгоняй в ЗАГС. Одна нога здесь, другая там. Ну? КОНЕЦ Ну, что с тобой? Ну, улыбайся, улыбайся гостям. Кто эти люди? Это мои самые-самые близкие друзья, а теперь и твои. Пойдем, я тебя со всеми познакомлю. Знакомьтесь. Валентина Петровна. Железнодорожные билеты. Очень приятно. Прошу. Владимир Аркадьевич. Ремонт квартир. Николай. Очень приятно. Иди сюда. Знакомьтесь. Жульетта Сулаковна. Черноморское побережье. Полное собрание сочинений. Николай Гаврилович. Главный по тарелочкам. Познакомьтесь. Палыч. Всегда рад. Театральные билеты. Главный по тарелочкам. Воспользуюсь. Николенька. Николенька. Познакомьтесь. Кирилл Александрович. Саксопатолог. Кто? Саксопатолог. Воспользуюсь. Ой. Пойдем отсюда. Ну, что такое? Николенька, ну что случилось? Ну, скажи мне, хороший мой, а? Что такое? Ну, не надо так. Посмотри, как всем весело. Как всем хорошо. Ну, Николай, ну поешь. Ну, развесись. Ну, что такое? Хороший мой, ну, вот. О, а вот ваш главный прибыл. Член курт, товарищ Огурцов. Только что-то он в таком виде у вас ума сошел. Пойдем, встретим. Пойдем, пойдем, пойдем. Это к нам, это к нам. Простите, пожалуйста. Минуточка. Николай, мне кажется, вас можно поздравить. Спасибо, спасибо большое. Мы ужасно рады, что вы пришли. Ну, почему же вы без галстка? Вот вас поэтому и не пускали. Минуточку, минуточку. Часто назад мне позвонили прямо на дачу. Николай, вы представляете, что произошло? Да, я женился. Значит, вы ничего не знаете. В предсказанном вами диапазоне впервые отмечен устойчивый ритм. К счастью, к счастью, к счастью, к счастью. Вероятнее всего это, простите, вероятнее всего это совпадение. Но, возможно... Сигналы от существ. И как раз к свадьбе маленький, маленький. Мне кажется, все это очень неопределенно. Но появилась некоторая надежда. Братья по разуму маленькие. Я в тебе не ошиблась. Ты у меня денег. Скорее, нет чем да. Но, возможно, да, а не нет. Да, да, да. Я уверена, что да. А если датуят попахивать Нобелевской премии, это Нобелевская премия. Запись есть? К сожалению, четкой записи нет. Вы же, дорогой мой, дезертировали в грузчики. А девица, которой мы поручили эту тему, к сожалению, не справилась с аппаратурой. Так что момент упущен, придется ждать. Сколько ждать? Замолчи. Николенька, я твоя жена, и в каких-то вещах я просто разбираюсь лучше, чем ты. Тебе сейчас намекают, что сигнал получен после твоего увольнения, а ты стоишь и ушами хлопаешь. Зачем же так, товарищ Огурцов? Прекрати, медленно. Мы же с вами свои люди. Я не понимаю, о чем вы, голубушка. Ну, мы же с вами знакомствовали или забыли. А, да-да. Да-да. Вы мне как-то помогли с икрой. Вот. Так что за премии в Швецию поедем все вместе. Да, товарищ Огурцов? Надя, иди к гостям, я тебя умоляю. Ну, конечно, конечно, голубушка, но до Нобелевской премии еще далеко. Придется немножко поработать. Сколько? Может, на это потребуется целая жизнь, а может, 10 жизней. А нельзя это как-нибудь ускорить все? Может, что, достать надо, а? Наденька, доставай сарделад. Радиотелескоп. Так, подумаем. Вы не обращайте внимания, она... Ну, ваша жена очаровательна, но свободный радиотелескоп находится в Заполярье. Там очень суровые условия, и вряд ли вы поедете туда из Москвы. Я готов ехать куда угодно. Сью-сью. Редактор субтитров А.Семкин Друзья мои! Минуточку внимания! Только что произошло грандиозное событие! Мой супруг Николай Гаврилович Порываев, главный по космосу, услышал голос братьев по разуму! Мы не одни во Вселенной, таких, как мы, много! Ура! Не держи! Качать его! Со мной! Не трогайте! Не трогайте меня! Вы не имеете права! Оставьте меня в покое! Оставьте меня в покое! Положите меня! Стойте! Что вы делаете? Отпустите меня! Отпустите! Отпустите меня! Отпустите меня! Отпустите меня! Отпустите меня! Оставьте меня! Отпуспокойтесь! Николенька! Никольник, и случилось несчастье! Расписались! Танцуют все! Нет, это ужасно! Вчера я испортила телефон, на этот раз разбила его в древес. Гигеночка принес новый с кнопочками вместо диска. Сейчас появилась милиция и сказала, что этот телефон он трезвый! У себя на работе! А колеса от креселера он сделал в каком-то гараже! Двигатель вынес с выставки! И теперь его будут судить! Ничего! Ничего! Оступился человек! Позвоним главному по адвокатуре два года условно! Ничего! Регина! Николай! Главное не это! Главное, что мы не одни! Главное, что там где-то на других звездах живут такие же люди, как и мы! Люди будущего! Да что ты имеешь, а? Ой, ты же сам это говорил! Ты же сам говорил! Я шутил! Ну, это же так! Это же так, Коленька! Это же так и есть! Мы и есть в будущем! Я, Регина, ты! Потому что у тебя теперь все есть! А чего нет, мы купим! Николенька! Да что ты имеешь, а? Ну, в то будущее! Ну, вот о ней будущее, да? Ну-ка иди сюда! Вот это вот, посмотри на него! Вот он будущее, да? Вот это тоже вот морда! Это тоже будущее, да? Нет, посмотри! Вот это будущее! Субтитры создавал DimaTorzok Какой default может быть в NEиäе?! Коля? Коля? Николай, ну куда ты? Ну что такое, ну что случилось? Коля, ну скажи мне, ну, ну посмотри на меня, ну, ну не надо там так, ну Колечка! Ну, я не понимаю! Я не понимаю, что произошло! Коля! Коля, ну куда ты идёшь? Ну остановись! Ну, Коля! Колечка, ну хороший мой, ну куда ты? Ну что я такого сделала, а? Ну что я не так сделала, Коля? Ну я же как лучше хотела, родной мой! Я же для тебя старалась! Ну посмотри на меня! Ну хочешь, я все твои желания исполнять буду, как золотая рыбка! Колечка, ну не убегай от меня! Я не могу без тебя, родной мой, правда! Правда, правда, я не могу без тебя! Но, Олечка, ну остановись! Ну пожалуйста! Ну хорошенький мой! Верневный. О, не тратьте жизнь впустую По ничтожным мелочам Люди любят буду, Коля, ну что те трудно не хотят И тоскуют, смотрят в небо по ночам. Не позволяй себе сгореть в делах ненастоящих. Чтобы душою не стареть, смотри на звезды чаще. Чтобы душою не стареть, смотри на звезды чаще. Чтобы силы зря не тратить и себе не изменять, Надо знать, чего же ради, для чего живешь, понять. Не позволяй себе гореть мечтой ненастоящей. Чтобы душою не стареть, смотри на звезды чаще. Впрочем, что я делаю? История еще не закончилась. Чуть помедли объяснимся, да и догнать, и удержать. От любви тебе не скрыться, от себя не убежать. Дорога вдаль, как жизнь длинна, куда б ты не умчался. Но вот любовь зовет она, и есть возможность счастья. Но вот любовь зовет она, и есть возможность счастья. Не исчезни, вдруг бесследно, не растаивай вдали. Не исчезни, вдруг бесследно, не растаивай вдали. Не беги на край вселенной, не кружись вокруг земли. Дорога вдаль, как жизнь длинна, куда б ты не умчался. Но вот любовь зовет она, и есть возможность счастья. Субтитры создавал DimaTorzok